Тайр Латан! В это прекрасное утро последнего рабочего дня недели вас приветствуют ведущие канала Больным Жанем Адинет, Чингис Капин и Анар Рзаева. Мы работаем для того, чтобы вы весь день пребывали в отличном настроении. Смотрите сегодня в программе. В ближайшие полчаса прикоснемся к истории благодаря удивительным полотнам Николая Хлудова. Отправимся в космос вместе с мультимедийной выставкой «Космос. Полет в пространстве и времени». Узнаем, что можно будет посмотреть на нашем канале в ближайшие выходные. В дайджесте зарубежных новостей, как всегда, все самое интересное. Казахстан отмечает 550-летие казахского ханства. И сегодня знаменательный день. В 19.00 в Ледовом дворце Борыс состоится театрализованный концерт «Мангалек-Ель». Наш канал покажет это грандиозное событие в прямом эфире. Казахстан, которые мы видим, что мы видим, что мы видим, в том, что мы видим, 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 что мы видим. В основе литературного сценария шоу лежит книга президента Республики Казахстан Нурслутана Назарбаева «В потоке истории», который сказал, «Независимость – самая священная ценность для всех казахстанцев. Мечта наших предков осуществилась на наше счастье, в наше поколение. Беречь его – наш долг». Кирей и Женебек в 1465 году создали первое ханство, и государственность казахов ведет историю с тех времен. Итак, не пропустите сегодня в 19.00 прямая трансляция праздника из Астаны. Ну а нашу программу продолжит рубрика «Сокровище искусств». Передаем слово Галиену Рахуновой. Доброе утро, Галия! Доброе утро. На его картинах – лица, быт, костюмы ушедшей эпохи. Пожалуй, работой этого художника можно назвать энциклопедией жизни наших предков с конца XIX до начала XX века. Николай Хлудов сегодня в рубрике «Сокровище искусств». Николай Гаврилович Хлудов родился 25 ноября 1850 года в Орловской губернии. Начальное художественное образование он получил в Одесской рисовальной школе и частных художественных мастерских Петербурга. В возрасте 27 лет Хлудов приехал в Верный, нынешней Алматы. С того момента вся дальнейшая жизнь художника связана с Казахстаном. Художник, который прожил в Казахстане 56 лет, конечно же, он хорошо знал жизнь Казахстана, быт, нравы, обычаи. И все это очень внимательно и, главное, с большой любовью, правдиво отображал в своих произведениях. Николай Гаврилович был человеком степенным и трудолюбивым. Долгие годы он работал чертерником, а позже землемером Семереченского областного правления. В качестве топографа, ученого, составляющего карты местности, Хлудов участвовал в экспедициях по исследованию горной группы Хантенгри. Николай Гаврилович много путешествовал, он объездил все Семеречие. Участие в экспедициях, государственная служба, разъезды по межеванию земель дали художнику возможность точно подметить и передать в обыденных сценах дух и своеобразие казахского народа. Во время своих поездок и в промежутках между ними художник неустанно трудится. Он пишет пейзажи, портреты, делает зарисовки бытовых сцен, которые послужили ему основой для создания многочисленных живописных работ, посвященных жизни казахского народа. Очень много произведений у Хлудова посвящены, казалось бы, бытовым сюжетам. Женщина, стирающая белье, или женщина, которая дует корову, кобылицу. И эти работы удивительно красивые. Они очень гармоничные. Если посмотреть на композицию, как это красиво построено, как красивы движения плавные женщин, как красиво сочетается вот эта горделивая осанка женщины в кемешеке, дающая корову. И в этих бытовых мелочах художник умел увидеть вот эту красоту, вот эту вечность быта, которая существует в степи. С 1910 года художник начинает преподавательскую деятельность. Он учит детей рисованию и черчению в Вернинском высшем начальном училище и женской гимназии. А в 1921 году открывает студию, где занимается с начинающими художниками. Сюда, в город Вернин, в город Алма-Ату, затем приезжали к Удову учиться со всего Казахстана и из Киргизии. И такие известные имена художников, как первый национальный художник Казахстана был Хан Костеев, или родоначальник, классик киргизского искусства Чуйков. Такие известные художники, как Бортников, Соловьев или Мартова, говорят о многом. В истории изобразительного искусства Казахстана Николай Гаврилович остался как педагог и родоначальник живописной школы. Русская академическая школа живописи благодаря Хлудову стала в Казахстане основой зарождающегося искусства. И в этом неоспоримый вклад художника в культуру нашей страны. Полнота и радость жизни вот главная часть наследия замечательного художника, путешественника и наставника Николая Хлудова. Его послание нам, благодарным потомкам. С вами была рубрика «Сокровище искусств». Хорошего дня! Спасибо, Галия! Ты знаешь, Чингис, когда я смотрю на портрет Николая Гавриловича, то вижу уважаемого горожанина, талантливого художника, добропорядочного семьянина. Да, на нас смотрит строгий мужчина в мундире, без какого-либо богебного блеска в глазах. В течение многих лет он являлся членом туркестанского кружка любителей археологии. В 1879 году по инициативе Хлудова в Верном открылось Семереченское отделение Русского географического общества. Вместе с художником Глушковым Хлудов составил этнографический атлас народности. В 1904-1907 годах он расписывал первый иконостас Алматинского Вознесенского кафедрального собора, построенного по проекту Андрея Зинкова. А прямо сейчас отправимся на мультимедийную выставку «Космос. Полёт в пространстве и времени». Задумывались ли вы когда-нибудь о возрасте и размере нашей Вселенной? Млечный путь насчитывает порядка 100 миллиардов планет, и каждый из нас состоит из звёздной материи. Выставка «Космос. Полёт в пространстве и времени» предоставляет возможность испытать погружение в космос и рассказывает об истории его освоения. Это выставка о космосе, о безграничности пространства и времени. Нашей Вселенной 13,7 миллиардов лет. Просто задумайтесь о том, какая малая частица времени занимает жизнь на Земле. Нас эта тема вдохновляет и, надеюсь, также вдохновляет наших посетителей разного возраста, как от самых малых лет до взрослого поколения. Мультимедийная экспозиция знакомит посетителей с биографиями известных космонавтов, таких как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, доктор Аубакиров и Талгат Мусабаев. Здесь можно получить подробную информацию о Солнечной системе и характеристиках планет от Земли до Марса. 3D-изображение движущихся космических шаттлов создаёт эффект погружения в невесомость. Одним словом, каждый посетитель находит для себя что-то интересное. Честно скажу, я под таким впечатлением, просто не передать, не знаю, словами, это действительно классно, потому что я себя ощутил, как в космосе, здесь в такой темноте, вот такой масштаб, вот этот весь. Я просто позавидовал людям, нашим космонавтам, которые летают туда, это всё видят, они всё наблюдают. У меня такое прям вообще сочтение, я хочу стать космонавтом. 50 лет назад советский космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый космос. Началась новая эпоха в освоении космического пространства. Проходит десятилетие, но космос по-прежнему притягателен и полон тайн. Вдохновившись мыслями о неизведанном и бесконечном, человечество совершает новые открытия, пытаясь разгадать загадки Вселенной. С вами утренняя познавательная программа «Кайрлэтан». Сегодня 11 сентября и 130 лет назад в этот день был основан Семипалатинский краеведческий музей. В организации музея принимал участие Абайку Нанбайулы, передавший музею казахскую юрту со всем убранством. А 84 года назад в этот день вышел в свет первый номер местной карагандинской газеты «Большевистская кочегарка». Сейчас газета называется «Индустриальная Караганда». В 1932-35 годах газета выходила под названием «Карагандинская коммуна». В эти годы на ее страницах вышли статьи о почине донецкого шахтера Никиты Изотова, о рекордной добыче угля Алексея Стаханова. Вся страна узнала имена рабочих стахановцев Тусула Кузимбаева и Кайсыма Байтуганова. В этот день в 2007 году в Актау первая казахстанская экспедиция отправилась в морской поход на яхте Чокан-Валиханов. На церемонии проводов по этому случаю был глава государства Нусултан Назарбаев. Президент Республики Казахстан сказал добрые слова на путствие и вручил экипажу кругосветной экспедиции флаг Республики Казахстан, который был поднят на яхте Чокан-Валиханов под государственный гимн страны. А наша программа продолжается. Дайджест зарубежных новостей прямо сейчас. 170 тонн переспелых помидоров уничтожили в Буньоле на востоке Испании. Но не из-за санкций, а просто потому, что это ежегодный праздник Томатина. В этом году ему исполнилось 70 лет. По такому случаю население городка увеличивается в несколько раз за счет туристов со всего мира. Они надевают одежду, которую не жалко, иногда защитные очки и азартно бегают по улицам, закидывая друг друга овощами. Местным магазинам приходится закрывать окна и даже стены, чтобы защититься от брызг, сока и мякоти. Мне казалось невозможным такое количество томатов на моем теле, одежде. Это просто невероятно. Фестиваль впервые прошел в 1945 году. Это была случайная драка помидорами во время праздников честь урожая. Несколько лет во время режима Франко томатина была запрещена. Головокружительные природные пейзажи греческого острова Закинтас привлекают не только туристов, но и любителей пощекотать себе нервы. Десятки поклонников бейс-джампинга, прыжков с парашютом с фиксированных объектов, съехались на пляж Навайо, чтобы принять участие в мероприятии под названием «Go Fast Games». Приставка «бейс» образована из первых букв четырех английских слов. Они обозначают объекты, с которых экстремалы обычно прыгают с парашютом. На этот раз для своих трюков спортсмены облюбовали 200-метровые прибрежные скалы острова. Каждый бейс-джампер, видевший фото этой бухты, хочет приехать сюда и сделать прыжок, говорит организатор. Когда стоишь на краю скалы и смотришь вниз, то кажется, что природа хвастается своей красотой. В ходе четырехдневного мероприятия спортсмены совершили более 300 зрелищных прыжков. Изначально предполагалось, что участники будут соревноваться между собой. Однако из-за сильного ветра организаторы решили заменить конкурсную часть демонстрацией профессиональных навыков спортсменов. Тем не менее, зрители не ушли разочарованными. Бейс-джамперы старались прыгнуть подальше и раскрыть свой парашют как можно позже над изумрудными водами Ионического моря. И свою долю адреналина успел получить каждый. Поездки по пересеченной местности теперь станут еще более безопасными, утверждают французские изобретатели. Местные умельцы создали автомобиль, в котором практически невозможно перевернуться. По их словам, каждое колесо так называемой машины-паука снабжено собственным двигателем и независимой подвеской. Сиденье водителя свободно качается между ними, постоянно сохраняя вертикальное положение. Создатели уверяют, что автомобиль может карабкаться по склонам, крутизна которых достигает 70 градусов. Его размер – метр тридцать на метр тридцать, вес около 150 килограммов, а максимальная скорость – 40 километров в час. Современные квадроциклы при схожих размерах развивают гораздо более высокую скорость, но разработчики машины-паука уверяют, что их детище обладает другими преимуществами. Наш автомобиль полностью электрический, в то время как большинство квадроциклов оснащены двигателями внутреннего сгорания, говорит изобретатель. Машина бесшумна и не наносит вреда окружающей среде, и при этом с легкостью передвигается по самому сложному ландшафту. По словам разработчиков, больше всего заказов на машину-паука поступило из Северной Америки, где очень популярны прогулки на внедорожниках. Но инженеры уверены, что их детище может найти применение и в других областях, например, в военной или сельскохозяйственной промышленности. Друзья, с вами утренняя программа канала «Болемжене Мадинет» Кайрлы Тан. И у нас в студии Карлы Гаш Ажиева, режиссер-постановщик, один из организаторов шоу, который состоится 11, 12 и 13 сентября на площади Казах-Еле в Астане в честь 550-летия казахского ханства. Карл Гаш, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы находите вот это время буквально прийти к нам в гости и все-таки рассказать, что же ожидает зрители сегодня, завтра, послезавтра. Это грандиозное событие. Это исторический момент в жизни каждого артиста, каждого организатора, администратора, ну и еще людей, которые сопричастны к этому празднику. Хотела бы сразу с налету пригласить всех и 11, и 12, и 13 в эти праздничные дни. Погода обещает быть хорошей. На площадь Казах-Еле, где будут разбиты этно-аулы, и каждая область, каждый город Астана, Алма-Ата представляет собой мини-этно-аул, но с большим сердцем, с хорошей концертной программой, с интересными встречами, с интересными спортивными состязаниями. Мы ждем нашего зрителя, мы ждем нашего гостя. Приглашаю я вас к нам. Спасибо большое. А предполагаются ли какие-нибудь сюрпризы для гостей всех этих мероприятий? То есть, может быть, есть то, что вы скрываете и держите в секрете? Ну, главный сюрприз – это сделать большой галоконцерт усилиями, с привлечением всех замечательных артистов, которые приедут на этот праздник. С 13 областей, с городов Алматы, Астана. Сделать интересное нон-стоп зрелище. Показать все, чем дышит история. История костюма, история танца, история песни, история древних музыкальных инструментов. Вот я думаю, что это главный сюрприз. Сделать такой синтез, отметить праздничным аккордом этот праздничный марафон, который длится уже, скажу, довольно долго. И мы ждем от этих дней только позитива, знаете, воодушевления, ну и интересных-интересных встреч. Потому что приезжают в Астану многие, которые… Кто-то не видел Астану, кто-то не бывал в другой области. А здесь им придется ненадолго побывать в той или иной области, прийти в аул друг к другу, обняться, поменяться рукопожатиями, спеть Арнау в честь хозяев того или иного аула. Ой, будет интересно приходить. А что самое было сложное в плане подготовки? Во-первых, очень интересные костюмы были пошиты. Очень интересные театральные постановки во взаимодействии с дизайнерами раскопали исторические костюмы, привнесли что-то новое. Те же самые музыкальные произведения были написаны в исполнении многих оркестров казахских народных инструментов, ансамблей этнофольклорных. Поставлены танцы. Я думаю, что очень многие сделали большой рывок и большую работу составления этой программы. Потому что каждый отдает не только свои знания, но и частичку сердца своего. Потому что каждому надо сделать какую-то особенную программу, но в рамках представленной задачи все-таки празднования 550-летия казахского. Ханства в Астане. Большое, очень масштабное мероприятие. А хочется поинтересоваться, может быть, вы знакомы со статистикой? Сколько человек, сколько артистов, организаторов, волонтеров создают этот праздник для нас? Ну, если учесть, что каждая область где-то в районе 100, я думаю, что будет около 2000 людей, те, кто заняты этим проектом. У меня мурашки похожи. Да, приходите обязательно. Потому что помимо небольшой творческой группы, тут еще большая задача принять этих гостей. Не забудьте, ведь эти области приезжают на три дня, заранее приезжают. Они стараются. Они привозят декор, они привозят юрты, они разбивают целые аулы. Они, знаете, они даже планируют угощать людей теми или иными своими национальными, присущими именно своему региону, блюдами, явствами. Ну и, наверное, готовят такой сюрприз, я думаю, что еще и по дизайну, потому что должны быть какие-то отличительные особенности. Ведь у нас Казахстан огромный по территории. У него так много своих интересных особенностей. И мы готовы наших зрителей, гостей, вас, телевизиончиков, всех попотчивать именно вот такой информацией. Карл Гаш, у меня вопрос такой личный к вам. То есть мы говорим о 550-летии казахского ханства. А если бы у вас была возможность, знаете, сейчас вот, ну, предположим, на машине времени, чисто теоретически, вернуться там куда-нибудь в прошлое на 550 лет, с какой бы исторической личностью вы бы хотели познакомиться? Можно больше от 550 как бы минимум и дальше в прошлое? Наверное, ну, немножко пошучу. Наверное, я хотела бы построить глазки Бекижану из того, что вот меня импонирует, вот этот властный мощный, как бы, импульс, который идет от этого персонажа. Ну, это шутка. На самом деле я, наверное, если перенестись на машине времени, наверное, такая я была бы какой-то главой женсовета какого-нибудь, либо организовала его в дальнем-дальнем ауле, пела бы песни, устраивала бы то, чем я занимаюсь сейчас. Ну, мне кажется, это было бы так. В моем ауле было бы интересно. К нам бы, в нашу ауле приезжали бы очень многие гости, и он славился на всю нашу замечательную степень. Давайте ненадолго прервемся и обязательно вернемся к нашей интересной беседе. Друзья, а вам я предлагаю узнать, что смотреть на нашем канале в ближайшие выходные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ильдар Рязанов – гениальный режиссер, и фильм «Очередное тому доказательство». Меня спасли, и благодарна вечером. Сударыня, не чаял встретить вас. Ах, все равно, так счастлива я встречу. Но ваш кузен, он жид еще сейчас. Конечно, он жид. Он заперся в чулане. Я позову его. Нет, подождите здесь. Поручик, я ваш раб. Сочтемся. Это что за франц? Наш друг, хоть и французский лейтенант. В нем каждая сцена – маленький спектакль. И сложно сказать, где здесь главные роли, а где второстепенные. Настолько тонко они сыграны лучшими актерами того времени. Смотрите фильм «Гусарская баллада» в субботу вечером на нашем телеканале. Один из самых лучших советских фильмов, поставленный по пьесе Николая Островского, ждет вас воскресным вечером 13 сентября. «Женитьба Бальзаминова» не нуждается в представлении. Такие фильмы есть почти в каждой домашней коллекции и по праву. Какую тебе невесту нужно? Мне? Обыкновенную невесту. Нет, необыкновенную. Да. Вот ты послушай. Ты человек глупый, значит тебе... Ишь, ты дурака нашла. Ну уж ты поверь мне. Поль называет, значит правда. Этот гений актеров и гений киногруппы подарил нам полтора часа комедии с налетом легкой грусти. Как денег-то нет, и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай говорят. Женитьба Бальзаминова. Воскресенье, 13 сентября. Телеканал «Белим Жанем Адиньет». Вот такие фильмы вы сможете увидеть на нашем канале в ближайшие выходные. И, кстати, не пропустите сегодня в 21.00 ток-шоу «Ангаминэн Ашер». Весьма интересная тема – использование фонограммы на сцене. Ну а мы продолжаем беседу с известным режиссером-постановщиком Харлгаш Ажеевой. Харлгаш, расскажите, как прошел у вас отпуск? Где вы отдыхаете? Как вы путешествуете? Был ли отпуск вообще? Был ли он вообще, да. Был, 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 был. Собрав детей, собрав племянников, очень полюбив в этом году в первую свою поездку экспо-2015 в Милане, я решила им показать Италию. Поэтому сначала собрала их, сделала тур на экспо, им очень сильно понравилось. Ну и дальше мы поехали. Честно говоря, были на Сицилии и в Неаполе. Очень интересно. Были на вулканах, на Этне, Везувии. Я люблю путешествовать, я готовлюсь к путешествиям. Я читаю литературу, я смотрю отзывы. Я, у меня есть еще такая цель, 10 мест, которые я должна, 10 вещей, которые я должна сделать во время. Нет, если 2-3 дня, я стараюсь 10 вещей этих соблюсти. Выучить песню, выучить несколько слов на языке той страны, где я бываю, попробовать блюда, ну и так далее, и так далее, и так далее. Побывать, и так далее. У меня есть все время свой блокнот, который я заполняю. Он такой виртуальный. Я сама потом себе делаю галочки. Там была, там была, там была, там была. Ну, а мне интересно, вы просто обращаетесь к помощи турагентств или все-таки самостоятельно планируете все эти сайт-син, туры, путешествия? Нет, обязательно обращаюсь. Спонтанно я, извините, езжу на рыбалку. Там я в турберу не обращаюсь. Поэтому я разрабатываю со своими мужчинами маршрут, готовлю, спонсирую. И потом со всем скарбом мы выезжаем. В прошлом году я была на реке Северная Сосьва. Это возле северного полярного круга. Страшно интересно, забавно, неделю, где-то в тайге. Ну, вот бывает такое. Поэтому за рубеж я езжу с туристическими компаниями, мне нужен гарант. А вот в Дебри я езжу со своими интересными друзьями. Поэтому довольно интересные бывают поездки. Карл Гаш, ну я знаю, что вы очень рано просыпаетесь в повседневной жизни, в 6.30, да? Честное слово, в 6.30. А во время отдыха? Наверное, может быть, по-стариковски, кокетничаю, конечно. Но чуть позже. Могу себе позволить. Но не более часу больше. Не знаю, организм, наверное. Все время работать, работать. Но зато я не сова, я раньше ложусь спать. Откуда берете вдохновение, энергию? Наверное, эту энергию надо заранее планировать. Накапливать? Накануне. Накапливать и накануне планировать. Это мое кредо. То есть я утром знаю, сколько у меня дел. И если я могу себе позволить немножко расслабиться, я, конечно, себе позволяю. Но, знаете, самое страшное, это когда нет работы. Когда есть время. Я не умею им пользоваться просто отдыхом, просто ничего не деланием. Может быть, это плохо, но так создано. И моя команда то же самое. Когда нет работы, вы не представляете. Они ходят из угла в угол. И поэтому там применяю уже волшебные слова и действия. Когда говорят, нет работы, идите учите язык. Идите в библиотеку. Идите читайте. Идите в кино. Все время используйте это время. Я хотела бы узнать, как, есть ли какой-то рецепт того, как стать известным во всей стране музыкальным режиссером? Учат ли этому где-то? Или это набор личных каких-то качеств? Или это вот по жизни опыт, который вы получаете, он в итоге привел вас к тем вершинам, на которых вы сейчас находитесь? Все начинается с детства, с родителей. Это обязательно среда, в которой ты родился. Это обязательно увлечение. Это школа, я не знаю, обязательно увлечение музыкой. Это серьезное увлечение. Хорошие педагоги, это самое главное, я тоже считаю. Я хочу сказать, что сейчас время учиться. У нас такой пласт потерян педагогов. И сейчас, ну, ловите время. Я приглашаю к себе, приглашаю к своим коллегам. Надо учиться. Не каждый родился докой. Надо к этому прийти. Надо много читать. Надо желанием владеть. Надо владеть знаниями музыкальными. Надо знать артистов. Надо ездить и смотреть. Не только у тех людей, которые поют под фанеру или в твоем городе. Ищите и обрящите их. Много они есть талантливые. И надо их учить. Вот, видимо, перехожу я в новый разряд. Учителя, педагога, наставника. А вас очень много говорят не только как о высококвалифицированном профессионале, мастере своего дела, но и как о отзывчивом, хорошем и добром человеке. Ну, наверное, они еще говорят, что о требовательном. О требовательном и справедливом. Это есть. Не буду. Есть свои какие-то... Я учусь, я вам честно говорю, дорогие зрители, я учусь. Я хочу, чтобы все учились, потому что человек не должен почивать на лаврах и обмахиваясь веером говорить, да, я такой, нет. Я обещаю, что я буду дальше учиться и буду... Что будем встречаться еще на новых-новых проектах. Ну, еще я просто хочу от себя добавить, что говорят также о вашем удивительном чувстве стиля. И вот в этом персональном чувстве вкуса, который тоже шарм, я не знаю, который дано не всем. Вы прекрасно выглядите. Вы знаете, у меня еще когда где-то я езжу, мне говорят, а вы кто по специальности? Я говорю, я режиссер. Оно и видно. Ну, Карл Гарс, спасибо вам большое, что вы нашли время. Этим утром пришли к нам в гости, поделились своим позитивом, жизненным опытом. И, конечно, желаем вам, ну, я прям не знаю, шквала просто вот этих положительных эмоций. Спасибо. Думаю, сегодня вы их обязательно получите. Друзья, напомним, 11, 12, 13 сентября, площадь Казах-Еле, празднование 550-летия казахского ханства в Астане. Не пропустите. А мы, Анна Арзаева и Чингискапин, желаем вам приятных выходных. Увидимся в понедельник на канале Балемжани Мадинет.